Добрый день, уважаемые путешественники! Вход в отель выглядит вот так вот на отель Сурин Бич. Сверху на столбах здесь ночью горят факела слева и справа. Вот эти вот черные чаши, это факела. Вход в отель здесь зеленый, ухоженный. Получается все в пальмах. Сама территория тоже ухоженная, чистая, постоянно подметают, убирают. Даже шел сильный дождь и в холле не было мокрого пола. Моментально подтирают за людьми. На улице сейчас ветерок, утро, поэтому в камере немножко шумит. Вход в отель не закрывается, он открыт, дверей нет. Это вот здесь, кто приезжает, персонал обслуживающий и приезжают туристы. В некоторых мопедах вообще ключи стоят. Холл. Вот такой вот холл. Справа ресепшн. По левой стороне у нас бар и завтраки. Здесь же проходит вечером ресторан. Фиксированный платеж. Там в зависимости от того, какая кухня, платежи разные. Есть 400 бат, есть 500 бат, есть 700 бат. По правой стороне, после ресепшн, после барной зоны, уходишь направо. И здесь есть спортзал, про который люди говорят, ходят. А зона там получается... Вход в зал по карточке, карточка, которая от номера. На втором этаже здесь боди-спа. Туда уже не пойду. А здесь в какие дни, в какое время режим. Эти полотенца для зала. Есть телевизор. Ну, в принципе, все, что необходимо, есть. Все работает. Это вид из зала. Это детская игровая комната. Сейчас, если она открыта, схожу, покажу. Выходим со спортзала. Повернули налево. И попадаем вот в такой райский зеленый уголок. Это мы выходим к той же детской игровой комнате. Только вот мы видели ее из зала. Здесь с другой стороны немножко выходим. Детская песочница. Есть чем маленьким детям позаниматься. Вот такой есть лежачок. Здесь есть ведра. В принципе, можно даже не покупать. Для начала все есть. Но также продается все на улице. Здесь маленький бассейн, типа джакузи для детей. Туалеты в шаговой доступности. Бассейн, если камера сможет передать. Видно, что особо грязи нет. Листики падают. Здесь даже вот где и то все чисто. Вот такая детская игровая. Детям есть где маленьким позаниматься. Компьютеры стоят. Игровые приставки есть. Конструктор есть. Здесь вот такая вот комната. PlayStation 4 стоит. На втором этаже умывальники есть. Это водные горки видно с двух сторон. Есть аниматоры, которые с детьми занимаются. Туалет здесь же сразу. Ну и такая импровизированная, небольшая, игровая с шариками. Но опять же, все основное есть. Отель по территории небольшой, но ухоженный. Большие кубики построить домик. Это вид из окна на другую сторону. Вот, опять же, все зелено. Здесь внизу полотенца выдают. Также полотенца выдают на ресепшн. Полотенца можно менять. Ходить никто не запрещает. Можете в этот же день даже пойти и поменять. Даже, обратите внимание, закрывается дверка, чтобы маленькие дети не спускались по лестнице, не упали. Вышли из игровой. Здесь обратно проходим по территории. Как я и говорил, территория небольшая. Вот корпус, вот корпус и вон корпус. Вон, как раз, три этих корпуса отделяют отель. Глубина в отеле, в бассейне разная. Есть метр, а, 80, от 80 сантиметров до метра 20. Глубже нет. Поэтому особо неглубокий. Много птиц. Утром просыпаешься. Очень приятно. Это вот зона завтрака справа. Завтрак до 10 часов. Но, тем не менее, время уже полодиннадцатого. Завтрак не закрывает. Есть небольшой бар свой. Сейчас мы идем на море. Здесь вот у нас рецепшен. Такой импровизированный. Нету никаких излишеств. Народ на рецепшене доброжелательный. Не имея навыков языка, не владея ни английским, спокойно смогли договориться и поменять номер на более хорошего расположения. Море здесь недалеко, получается. У них здесь зеленая зона. Типа парка, что-то такого. Выходим сейчас из отеля, переходим дорогу и попадаем в парк. Ну, он такой импровизированный парк. Особой чистоты в нем нету. Ну, и не загаженный пляж. Без шезлонгов. По закону у них сейчас убрали все шезлонги, топчаны, лежаки. Все поубирали. И каждый день они привозят там такие легкие матрасы с подушечками. Но стоят дороговато относительно. 100 бат получается один лежак. Поэтому никто практически их не берет. Берут только в отеле полотенце и стелят полотенце и на полотенцах лежат. Вот дорога. Переходим дорогу. Здесь таксисты стоят сразу. Здесь же есть рент. Можно арендовать автомобиль, можно арендовать мопеды, скутера, мотоциклы. Кто что хочет. Вот такой вот здесь парк. Растут пальмы. Притоп разного калибра, разного, скажем так, сорта. Стоит вот такое вот большое дерево. Не знаю, что это за дерево, но самое интересное, внутри этого дерева растет пальма. Прямо внутри ствола. Вот если ее сейчас увидите, что природа может делать. Вон, видно крону пальмы, ствол, и она через ствол растет. До моря здесь не спеша, буквально три минутки. Ну и все. Вот оно море. Пляж чистый. Чистый, ухоженный, вода чистая, нету никаких гигиенических средств в море. Нету ни маслянистых, ни бензиновых пятен. Очень много рыбок плавает. Конечно, с Египтом не сравнить. Здесь же сразу вот люди приезжают, и блинчики делают, и фрукты продают, и кафешки. Все довольно-таки сносно. Ну, как и все на Пхукете, здесь подороже, чем на Паттайе. Вот такой вот пляж. чистый песок. Бухта здесь небольшая, народу тоже не очень много. В принципе, все, что нагадят за день, на следующий день рано утром убирается. «Пожелуй, пойдем, девочка, пойдем, 放 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Потому что уже выехали с чистящими пылесосами, начали чистить бассейн. Вот там вдалеке видно, это находится тренажерный зал. Тренажеры стоят, наверное, там беговые стоят. Ну, десяток, десяток, полтора, наверное. Поломанного ничего нет. Все исправное. До тренажеров я еще дойду, покажу. В принципе, основные группы мышц можно там в тонусе поддержать. Также детвори здесь раздолье катаются на горках. Как видно, все ухожено. Вот такая красивая пальма, каждое утро нас встречает. Отель очень понравился. Это размножение по зонам, где что находится, по номерам. И название, правда, на английском. Но видно. Вот такая небольшая территория схематично расположена. Как расположено в отеле. Вот это вот здесь. Ну вот наш отдых в данном отеле подходит к концу. Переезжаем мы в другой отель. По своим заключениям могу сказать. Отель мне понравился. Поэтому он действительно стоит тех денег. Здесь нет групповых туров. Здесь только индивидуальное заселение. Кто его выберет, я уверен, не пожалеет. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!